Несколько версий. Версия номер один самая распространенная. Решили скрыть недостатки и деньги куда-то ушли не в ту степь, не в то дело. И поэтому специально была ракета брошена. Упала не просто так. Это первая версия, самая вероятная для наших людей и в наших условиях под тотальной коррупцией. Вторая версия, когда произошла реформа Роскосмоса и когда завод Хруничева был фактически отстранен от монопольного права изготовления ракет и контроля за этими ракетами, потому что Роскосмос создал несколько лет назад внутри себя некую структуру посредническую и ответственность лежит на этой структуре, а не на заводе Хруничева как изготовитель. Насколько мне известно, сегодня идут выемки документов на заводе Хруничева для того, чтобы понять, имело ли какое-то отношение коррупционные составляющие к заводу. Но я думаю, что дело искать нужно в самом Роскосмосе. Я думаю, оргвыводы будут сделаны. Я думаю, что, скорее всего, господин Рогозин, вице-премьер, все больше и больше на себя бразды правления возьмет этим Роскосмосом. И я так вот верю у этого человека, думаю, что порядок там будет больше. Но на самом деле речь идет не о недостатках техники или недостатках нашей науки, а как раз речь идет о совершенно никчемной организации. Что производство, что запуска, что контроля.